Доброе утро! Это опенхаус Чикаго. Раз в году открывается сколько-то интересных в архитектурном отношении зданий. И вот можно походить, посмотреть. Пожарные краны. А это рентовочные велосипеды. Если кому-то сложно с паркингом, можно с утра взять и вечером вернуть. Да, это велосипеды с номером дома. Ты что, заходим? Давай. Заходи вокруг. Такая дверь-вертушка. Заходим. И вот смотрите, что-то происходит. Вот у нас мероприятие. Нам дали красивый флайер. Вот видите, Чикаго Архитектура Фонденшин. Дом сейчас бумага, где-то там работа еще не до конца достроена. Некоторые элементы отделки. Значит, дом это апартмент комплекс. Значит, в нем есть студии, 1-бэдром, 2-бэдром и 3-бэдром. Мы сейчас ждем гайд-эк-тур, который нас поведет по квартире. Экскурсовод ждем. Через 10 минут будет экскурсия. И нас поведут, и нам все похоже. Но... Но... Кое-что мы уже знаем. Кое-что мы уже знаем. Сейчас я попробую мою... Света проводил некоторые исследования до того, как мы сюда попали. Найдем оттуда, чтобы они нам не звучали. Значит, мы знаем про этот дом. Что он был построен в 2016 году. Что в нем всего-навсего 16 юнитов, которые... Эвеливол форел, которые, возможно, сняли. Значит, студия... Здесь не продается, здесь именно... Нет, это апартмент комплексный. Значит, студия, размер студии 680 скверфутов, это 60 квадратных метров примерно. И рентовочная цена, это 1705 долларов за месяц, за студию. Да, за студию. Да? Но они большие. Ну, да, 60 квадратных метров, большие. Да. Один бедрум, это 760. Обратите внимание, разница между 600 и... 760 что? Сверфутов. Сверфутов, какая. Вот, и цена уже 2060. Так. Так, с плюсом. Понятно. Два бедрума, два бассерма. Площадь 1146 скверфутов. Да. Немножко меньше, чем 1200, да? И цена уже 3565, то есть 3600. Нет, мы поняли это дальше. Да? И три спальни сдаются... Это всего три спальни 1650 скверфутов. И сдаётся это всё за 5500. Всего около 400 жилых юнитов. Квартир. Да, и в доме 40 этажей на минуточку. Да, 10 квартир на этажах. Да. И он был построен в 2016 году. Ну, а теперь мы ждём экскурсии и продолжим рассматривать. Вот там уже народ собирается. Да, видимо, они этим мероприятием пытаются привлечь людей, которые сняли бы квартирку. Пришёл наш экскурсовод и сказал, что мы будем смотреть ту-бедром квартиру. После ту-бедром я вам покажу вам наш 5-й этаж, аменити-форк. Там существуют какие-то спортивные золы, аменити-форк. Это не то, что он сказал, это из своих исследований. Это у нас по-амменити-форк. А, аменити-форк. 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 Спасибо. Привет, Ютуб! Как и все? Как ты думаешь? Ура, $3,070 для этого двух-бедром квартиры. Это где начинается. Это где-то. Как ты сказал? Это унисит начнет в $30,70, по-другому. Да. Когда ты встал, это будет $20,08, на 20-й этаж. Это вот такие лифты. И вот на крыше находится лонч, и там уже барбекин. А вот на пятом этаже, куда мы едем, находится бассейн, терраса, фитнес, продажи там чего-то. Лонч, геймеры. Так, мы приехали. Тут коридор. Это двадцатый этаж. Так. Немножко коластрофобично тут. А вот квартирка, да, номер 2008. Так. Так. Ну, понятно, шкаф. Тут тоже что-то коридоры и коридоры. Так. Так. Все коридорно. Туалет. Мило. 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 Так. Тут бедрум. Да. Вид, конечно, для спальни очень сильный. Да. Так. Это мастер бедрум. Тут у нас есть, кроме шкафчика, вот есть плиточка керамическая на полу, туалет, душ. Та же самая плиточка и на стенках в душе. Все такое, знаете, без выпендрюжа, я бы сказал. Тут такой, похоже на ламинат. Так. Вот такой вид. Окна уже грязные. Хоть и двадцатый этаж. Но так. Вы видите. Да. Три тысячи. Так. Движемся. Вы видели только два бедрума. А тут у нас кухня. Такая скромненькая, я бы сказал, более чем. Ну да, это квартира, это, конечно, не дом. Вот такая кухня. Ну что сказать, ощущение такое, что можно выпустить тут. Я не знаю, наверное, это все очень безопасно. Но вот сказать, что, допустим, я чувствую себя безопасно, я не могу. Оно так, в общем-то, немножко стрёмно. Я не привык на таких высоких. Да. Да. Ничего себе. Да. Ничего себе. Окей. 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 Ага. И железная дорога под окном. Видите, тут там железная дорога ходит. Такие метро ходит. И это, конечно, у нас есть space для барс. Да. 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 Окей. Окей. И сколько у меня есть? Это, по-другому, это 11,34 м2. И это сколько? И сколько? Это ценность? Пециально в это 30,70. Что начало? Это примерно 300-3400. Что касается динамика до 2 до 40? На 40-м этаже стоит 3700 долларов, а на 40-м то же самое будет стоить 3700, то есть чем выше, тем дороже. Хочу сказать моё персональное ощущение, что даже 20 этаж это очень высоко, у меня очень круто голова, неприятно, и у меня такое ощущение, что как в самолёте закладывает тушь. А там ещё есть дорога под окном, ты видела? Нет. А вот, посмотри. Да-да-да. В общем, какое-то неприятное ощущение в ушах. Да. Вот, и не могу сказать, вид, конечно, очень красиво, но вот так вот, да, мало того, это же всё-таки Чикаго, здесь очень холодно зимой. Считайте себе, что в этих кластерфобических тактиках нужно хранить одежду на весну, на лето, на зиму с сапогами и так далее. Ты знаешь, тут не много места. Тут просто нет места, но тут 1100 скверфутов, большой коридор, знаешь, какой большой съедатель. Да. В общем, тут много коридорностей такой, повышенной коридорности. Значит, мы спросили, что у нас дальше будет. Они говорят, что квартира, это действительно единственная на сегодня квартира, которую мы смотрим. А дальше мы пойдём на пятый этаж, там где у них бассейн, джим, там всякие дела. Мы говорим, а вот же на крыше ещё есть. Он говорит, ну на крыше ещё не закончено строительство, говорит он, я ещё сам там не был. Вот, и вот там дяденька в красной кофточке начинает его мучить, говорит, а что же там будет? Вот. Ну, что там будет, что там будет, это на интернете всё написано. Маленькая комнатка, да, и фактически вот этот вот бар, вот это единственное место, где люди кушают. Но 4 человека у меня дома так сидеть смирно, даже не поговорить ничего. Ну, особенно вот тут, где плита. Плита, конечно. Как тебе плита, очень газовая плиточка? Ну, обыкновенная плита, но дело в том, что когда приходят гости, обычно готовят всё. Давай я на неё посмотрю, ребятам может быть интересно посмотреть на саму плиту. Открой, открой плиту. Обычная плита, да. Обычная плита. Это просто микроволновка, но я хочу сказать, что микроволновка на уровне коленки, это неожиданное решение. Где же посудомоечная машина? Ну, да. А может быть вот там? Нет, от тебя есть. А, вот посудомоечная машина, да. Света с таким лицом спросила, испуганная. Да не может быть в современном доме. Окей, окей. Есть посудомоечная машина. Вот что у нас на пятом этаже. В лифте нам рассказали. Мы идем дальше. Да, тут выход на улицу, а на улице много всякого веселья. Вот вы видите, там барбекюшница стоит, и столики, а там бассейн, да. Давай посмотрим. Там ветер очень сильный, я поэтому хочу сначала внутри, а потом и туда пойдем. Значит так, здесь партийное место. Здесь можно гостей пригласить. Холодильник. Тут можно посидеть. И, значит, мы говорили сегодня, что на каждом этаже там по 10 квартир. Вот это место партийное занимает площадь в этих 10 квартир. Так, Света хочет поделиться первыми впечатлениями. Потому что это у нас в домах, в апартментах тоже есть так называемый клаб-хаус. Да, это типичный клаб-хаус. Вот там компьютерные станции. Да, здесь open space, конечно, модернные очень сделаны. Потолок симпатичный, да, такой. Современно. А, вот это. На опроме. Видно, что здесь касалась всего этого рука архитектора, дизайнера. Это не просто так все. Бильярд, Света, а поди плохо, бильярд. Видишь, а кия нет. Кия нет. Да, чтобы гости не злоупотребляли. Я даже не знаю, что это за игра. А, вот тут фишки, вот они какие-то фишки. Вот они. Низ металлический. О. Да. Очень хорошо кидается. Ну-ка, давайте я сейчас кинусь. Оп. Ну, Света, я же еще остановилась. Конечно. А, я не понял, надо было попасть в конкретное место. Ну, хорошо. Тут почему-то вот занавешено. Ну, да. Понятно, почему. Здесь стройка идет. Там что-то внизу строят. И там какие-то картины животрепещущие. Тоже это не самое украшение, конечно. И вот это все тоже. Да. Да. Нельзя назвать красотой. Так. А здесь еще тропа вокруг есть. Тут тропа, тут можно гулять. Да. Я слышала, что есть тропа, но я никак не могла понять, как только это... А мы сейчас пройдемся. Да. В этом здании есть тропа, по которой можно бродить. Просто погулять можно. Набрать свои 10 тысяч шагов. Свет, как тебе нравится вот эта отделка? Очень тематично. Это шкафчики или просто они? Это просто чисто внешние панели. А, это шкафчики. Нет, это шкафчики. Да, такие общественные шкафчики. Ну, симпатичные. Я хочу сказать, что очень мило. Очень мило. А, кии есть. И вот гостей позвать, можно телевизор смотреть. Слушай, не просто кий, а там еще... Видишь там? Да? Какие они? Так, движемся дальше. Слушай, тут вообще какое, смотри. Это мне напоминает... Это ком-теетер, факт. Это ком-теетер, факт. Это мне напоминает немножко Google, Facebook, вот там, где пацаны на мешке там сядут. Это из пробки, что ли? Это тоже. Конечно, с учетом того, сколько людей здесь живет, может оказаться... Давай сюда зайдем. Пуш. 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 Мейкерспейс. Окей. Так. А это... Это для рукодельников. Эхо. Слушай, это сразу машина хотела бы перейти уже... Смотрите, вот, значит, газ на самом деле горит. Там можно сидеть, когда холодно. Но витрина... Вот вы чувствуете ветер какой? Вот березки тут они поставили. Смотрите, как березки на ветру. Но на самом деле прикол состоит в том, что это все на уровне пятого этажа. Вот мы как стоим на этот пятый этаж, ребята. Да. Значит, тут какой-то станок для резьбы по дереву. У меня это станок и видней. Ты можешь сделать себе на компьютере дизайн, а потом он тебе 3D все напечатает. Ну, хорошо. То есть это такой умелые руки, такой уголок. Света, прошу. На себя. На себя. Очень тяжело открывается. Тяжело открывается. Тяжело открывается. Это неплохо. Ну что, пойдем... Так. Подойдите. Считаешь ли ты, что мы уже все обошли? Да. Да. А, ну там еще джим есть. А, джим, пойдем джим. Почему же? И в джим пойдем. Тут тоже что-то есть. Водичку попить. Вот еще одна фишечка у фонтанчиков. Да, мы с вами понимаем значение фонтанчика. Попить водички. Но ведь тут гуманность состоит в том, что можно еще и бутылочку набрать. И вы не должны мучиться, как из той струйки набрать бутылочку. Можно просто набрать бутылочку. Так, там тоже что-то. Ага, туалеты. Логично. Друзья, очень логично. Как можно было, друзья, не зайти в туалет на пятом этаже? Это не в квартире, а вот в спортклубе. Тут почему-то мокро на полу. Я даже не знаю, на протечку не похоже. Но, с другой стороны, непонятно, почему так много воды. Вроде не течет по стенам и не капает. Не знаю. В общем, вот так мило. В такой красоте, друзья, люди могут оправиться и покурить. А, наверное, душ принимали. Я понял. Человек принимал душ, побегав тут, попрыгав. А вода, вместо того, чтобы течь куда положено, растеклась куда не положено. Это бывает даже с хорошими архитекторами. Потому что еще построить надо. А может и спланировали так. Не знаю. Йога. Йога. Давайте в йогу пойдем. Ну, какие же занятия-то что? Вот тут место для йоги. А это самое, я забыла. Это понятно, что. Так. Это у нас. Друзья, если уже такие бабки платишь, так уже надо пользоваться. Я хочу сказать, здесь уже и толстяк побежит. И худенький. Правильно? Когда уплачено, уже грех не пользоваться. И вид из джима тоже так. Бегаешь. Смотрите как. Неплохо. Вид-то неплохой. Очень приятно. Ну, а сейчас, друзья, мы пойдем наружу. Ну, что же. Вот тут, где я стою, ветра особо нет. И это приятно. Там, где будет ветер, я заранее извиняюсь за шумы. Но, сами понимаете, я с шумами ничего сделать не могу. Вот так. Вы можете спросить, а почему березки в мешках? А я не знаю. Что там в мешке? Может быть, они защищают от чего-то? Я даже не знаю, честно. Может быть, те из вас, кто знает, пусть напишут. Интересно. Да. Да. Камин. Газовый. Чисто внешне там такое ощущение, что он не газовый. Но, видите, он так чисто декоративно. Вот стекла насыпали. Он газовый. Он газовый. Да. Так. Пошли смотреть сюда. Хорошо слышна железная дорога. Ты знаешь, Свет, вот здесь, даже здесь, вот мы стоим немножко не по себе. Вот. Какое-то ощущение опасности. И вот. Нет, ну вот нормально. Вот нормально. Слышно-березовую рощицу. Замечательно. Нет, рощица изумительно. Вот когда я к краю подхожу, мне, например, не очень нравится. Да. Ох. А вот тут уже метрило. Да-да-да. Вот такой вот. Да-да-да. Вот такой вот. Я так немножко отвернусь и сказал, что ветер такой сильный, что при его парусности моего дела идти трудно. Вот Света тоже с трудом, да? Да. Да. Бассейн. Хорошо. Джакузи. Тепленькая. 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 И вы видите, вот за счет стекол нет ветра прямо так вот, если по низу. Ну, когда солнечный день и нет ветра, может быть, здесь даже и неплохо. Бассейн не глубокий. А когда же ветра нет, сядь? Бассейн не глубокий. Самое глубокое место четыре фута. Четыре фута – это метр тридцать, да. Чуть выше пояса. Чуть выше пояса. Чуть выше пояса. Но, наверное, с механизмом спортом в воде. Нет, ну с детками можно чего. С детками. Да, на счет школ я посмотрела рейтинг. Здесь две начальные школы до девятого класса. У них рейтинг девять, да, то есть вполне прилично. То есть очень хорошие, да. А вот уже после девятого до двенадцатого – единица. Ну, потому что это… Большая школа, да. Уже очень много студентов, они собираются с большой территории, поэтому так получается. Да, ну вот такой вот, то есть маленькие детки здесь все. А вот там, видимо, туалет и для переодевания место. Да, ну на самом деле… Телевизор стоит даже, ты видишь? Да, я, честно говоря, под впечатлением, потому что я видела, что есть вот эта дорожка, по которой можно ходить, но я никак не могла представить себе, что в многоэтажном доме такое может существовать. То есть я подумала, что что-то я не понимаю. Ты знаешь, это немножко напоминает круизный лайнер, где все, все автономно. Да. Ну, она там не приходит. Мне кажется, мне вот эта эра нравится гораздо больше, чем сама квартира. Потому что мы… Да, кластрофобия там сплошная. Конечно, я чувствую, что архитектор положил сюда часть своей души, что он не сделал в отношении квартир. Нет, в отношении квартир они ограничены бюджетом. Ты же хочешь побольше квартир вместить. Если бы они сделали не 10 квартир на этаже, а 8, так это было бы другое дело. Ну а как? А деньги где? Но сама архитектура квартир такова, что там полезной площади мало очень. От коридоров тебе ни холода, ни жарко. Ну это правда, коридоры там… Да. То есть можно было сделать как-то немножко планировку. Площадь для двух спален почти 1200 сперфутов. Да. Совершенно нормальную площадь можно было сделать как-то это пояснить. Как человека, который строит и переделывает индивидуальные дома, тебя можно понять. Но если ты задумаешься об архитекторе, который делает 10 квартир на этаже. Да. А вот смотри, вот там вот на том доме стоят люди на балконе. Да. А что бы им не стоять? Да. Ну в том доме я не вижу никаких прогулочных площадок. Может быть они покурить. Нет, прогулочных площадок я не вижу, поэтому у них единственное вот это место – есть балкон. В этом доме нет балконов. Но зато есть замечательное место, куда можно прийти. Мы когда шли, друзья, на это зрелище, говорили, что конечно город, конечно все здорово, но вот когда ты привык уже жить в доме, то тебе не хватит места, потому что куда ты пойдешь? Вот ты пойдешь на балкон. Это не то же самое, что ты, допустим, вышел на бэк-ярд и так далее. Но когда у тебя есть действительно вот такие facilities хорошие, как мы видели сейчас… Люди, наверное, пользуются ими активно, когда населятся дома. Да, то это сильно меняет как бы образ жизни. Да, да, вот эти условия пребывания. Ну, надо сказать, мы обошли вот кругом весь дом, да? Да. И, конечно, дорожки, не разглядывая, чтобы она какая-то была уже очень гигантская. Нет, совсем не гигантская. Совсем не гигантская. Но, тем не менее, для желающих, например, подбегать с утра, да? Посмотрите, в тумане. Видите, туман закрывает какие-то небоскребы. Или это низкие облака. Не знаю, как это назвать. Да, сегодня мы будем по этому. Светлана, друзья, хочет по ценам в этом доме что-то сказать. Да, цены тут не дешевые. Студия там порядка до двух тысяч, да? А вот бедрум посмотрели тоже. Три тысячи, а может быть здесь тысячи семьсот. И многие скажут, ну, не всем это по карману. Ну, не живи в таком здании. Да. Ну, а с другой стороны, у нас в Калифорнии цены практически не ниже. И можно так тоже сказать. Такого плана доме не было бы ниже, конечно. И нет, стоп. Я не был такой дом. Я говорю, в долине у нас на квартире не ниже. Да. И тоже можно сказать аналогичным образом. Ну, а что тебе в долине-то жить? Да. Где так дорого? Ну, езжай туда где подешевле. То есть это вопрос того, насколько ты можешь себе позволить иметь такое жилье. Да. Насколько ты согласен платить такие же деньги, если ты хочешь жить здесь. Если у тебя хорошая работа напротив дома в одном из этих высотных зданий, то ты будешь платить эти деньги. Но хорошо то, что здесь и с детьми тоже нормально. Потому что здесь хотя бы до high school здесь нормальные школы. Да. И это не дом, где ты покупаешь квартиру и не знаешь куда деться. Это дом, где ты живешь до исполнения ребенку какого-то возраста. Да. И самое главное, это совершенно безопасно. Выпустить ребенка одного погулять туда вот на эту площадку на этом этаже. Вы можете пойти в технажерный зал и пообедать. Нет, там у них там компашки, друзья там. Да, и компашки в таком доме наверняка найдутся знакомые. Вот. Так что в целом все вот так вот интересно. Для нас это был очень необычный опыт. Нам он очень понравился. Ну, тем более, что живем мы в совершенно других условиях. Там, где нет таких домов больших. Сейчас строят, ну не по 40 этажей, да? Сейчас строят большие, относительно большие дома. Четыре этажа. Нет, нет. Ну кроме четыре, вот есть большие проекты. Где может быть там 20 этажей. Но... Ну, в Сан-Франциско как-то. А нас дали им таких нет рисунков. Ну, почти нет, да. Почти нет. КПРНОМЕНТЫ